В эфире МТРК новости и мы продолжаем наш выпуск. Конкурс для неравнодушных людей с большим сердцем. В Казахстане второй год проводят акцию «Караван доброты». Ее инициаторы – фонд первопрезидента и ассоциация деловых женщин страны. Подать заявки можно до 26 ноября. Лучших в пяти номинациях наградят в феврале следующего года. Все подробности в сюжете Дарьи Пышмынцевой. В столице. Февраль 2019. Дарьи Газарбаева наградила первых победителей конкурса «Караван доброты». Заявки на участие подали 97 меценатов, 23 из которых северказахстанцы. И только пятеро из них поехали в столицу. Александра Кондратова, журналист газеты «Неделя СК» стала лучшей в номинации КРМДЛК Тарихе за широкое освещение в СМИ и темы благотворительности. Получить награду может каждый. Главное желание – делать добрые дела, говорит председатель областной ассоциации деловых женщин Бахаджан Самиева. Конкурс проводит столичный филиал этой организации при поддержке фонда первого президента. Этот конкурс именно с той целью проводится, чтобы показать тех людей, которые неравнодушны, которые оказывают помощь нуждающимся в любой сфере. И в этом конкурсе могут участвовать любые физические лица и юридические лица, только те, которые оказывают помощь за счет собственных средств. Конкурс «Караван доброты» проходит по пяти номинациям. Одна из них – «Батыл Журек», которая вручается лауреату за героическую смелость и самоотверженность. «Мейрым и Жуланда» – номинация за безвозмездную помощь, оказанную на протяжении долгого времени. Кроме того… Номинация – это «Асар». Это оказание помощи добрых традиций народа, любого народа, который населяет наш Казахстан. Вторая номинация – это «Туганзер». Это номинация вручается лауреату, который оказывает благотворительную помощь в сфере образования, экологии и восстанавливает культурные объекты. Не боятся участвовать и заявить о себе. К этому конкурсантов призывают руководитель молодежного крыла областной ассоциации деловых женщин Диляра Сабырова. Людей, которые помогают, мы должны знать, мы должны уделять им особое внимание, потому что в первую очередь это мотивация для всех нас, мотивация для подрастающего поколения, нравственного воспитания нашей молодежи. Отбор ведут районные комиссии. Победителей выбирают столичные эксперты. Подать заявку на участие в конкурсе «Караван доброты» североказахстанцы могут до 26 ноября. Лучших в пяти номинациях наградят в феврале 2020 в Нур-Султане. Дарья Пашмынцева, Казбек Арыкбаев, Новости МТРК.